здравствуйте друзья на связи Кузнецов Дмитрий решил прокомментировать этот ролик заранее сразу то есть ну что хочу сказать здесь я категорически против того чтобы кто-то вел таким образом диалог с этими гусями с индюками с этими коллекторами категорически неверно по моему мнению построение вообще сути диалога расставления ролей в данном данной конкретной баталии здесь на мой взгляд жалкая попытка автора доминировать и достаточно успешно успешные реализованные попытки этого индюка в доминировании над автором и еще и последнее слово за коллектором осталось но в то же время я благодарен автору за этот ролик потому что в принципе он не первый ролик нам присылает и есть такой совет прежде чем вступать в такие длительные баталии все-таки определитесь будете ли вы платить или вы все-таки действительно объявили им ту самую холодную войну и не намерены идти у них на поводу ну потому что здесь действительно не совсем скажем в тему и я сразу предупреждаю всех тех кто настроиться до конца прослушать этот 25-минутный ролик приготовьтесь к потоку собственному потоку возмущения и так далее как бы я поступил чтобы я ему сказал и так далее это удобно послушать и потом я еще раз в конце ролика выложу свои комментарии еще раз говорю автор прислал мне этот ролик самыми права его выкладывать не комментировать так как мне видится хотя ничего против позиции автора не имею просто она противоречит моим жизненным устоям и отношению к этим мрази и так слушаем это вы то слушаю звоню вам по поводу ваших кредитных продуктов банка москвы сегодня сотрудники мы общались связь оборвалась до во время разговора да наверно почему длительный период от вас платеж не поступает все по той самой причине андрей валерьевич то есть как я понимаю предоставлять вам какой-либо срок смысла не имеет да вопрос вы все равно не решаете вот насколько я вижу так начнем с того что вы представили с кем банк втб-24 меня зовут андрей олегович так а должность главный специалист главный специалист чего полностью должность это если полностью моя должность а главный специалист отдел взысканий да вот вот так вот и надо представлять андрей валерьевич да не вам говорить как представляться да что вы говорите да серьезно я вам представился в самом начале нашего разговора но вы просто сказали кто вы есть да ну это достаточно этого не ровно то смотри валют мы не достаточно мне для аудиозаписи этого недостаточно я должен знать а у вас ли лицензия есть на аудиозапись андрей валерьевич и нас на то дело пошло у меня телефон автоматически записывает что я могу автоматически автоматически не автоматически лицензия это у вас есть аудиозапись вы че прикалываетесь что ли уважаемые да я совершенно серьезно разговариваю назовите статью какую статью ну назовите статью какую где я не имею права после предупреждения производить аудиозапись я не говорю что вы не имеете права вот видеть вы уже говорил я не имею я говорю на это какая лицензия я вам предупредил я вас предупредил о том что будет вести андрей валерьевич ну хорошо давай давайте пройдем окей по поводу вашего ваши просрочки так длительный период у вас от вас уже платежа не поступает до сотрудники по этому по этому поводу общались длительное время это сколько уже более двух месяцев неправду прослушайте предыдущие версии аудиозаписи ваших сотрудников даже не собираюсь не собирает недостаточно не собирал что хотите 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 чтобы я еще и вам предоставил факты что у меня нету двухмесячной задолженности по кредитным сбором андрей валерьевич да вы оплату когда будете производить или тут так и будет оплата если у вас есть информация это вся о моих задолженностях и моих проблемах то посмотрите хронологию когда выплачиваются денежки денежки регулярно поступают на счет в конце месяца андрей валерью для вас у вас в договоре что написано я знаю что у меня в договоре написано и что вы мне иногда и скажем проблема нет подождите а что они мне эти вас в договоре даже описано четкие сроки даже должны поступать и что даривали дальше что то есть вы отказываетесь выполнять вы именно это и андрей валерьевич почему я вы отказываетесь своевременно если бы я я отказывался я бы вообще сейчас на протяжении как вы говорите двух месяцев не появлялся бы не поднимал бы трубку и не поступали бы реально никаких средств на счета тем более на дебетовую карту а так как на протяжении андрей валерь мне подождите я еще не закончил что я еще не закончил разговоры бы не потому что говоришь влагольство время не револю сейчас перебиваю лучше бы платеж внесли срок а никогда чем я деньгами андрей валерь хорошо вы должны банку я вам еще раз повторяю нету на данный момент средств изыске он правда изыскиваете у кого это ваша личная проблема вы что он нашли нет и что это мать урод вы меня так надо принуждать вот тогда меня вы нуждали варили идти на дом либо приобретаю что принуждаю я еще раз повторяю вы таратурить и ничего не слышите вы вынуждаете меня идти на какие-либо принду преступления чтобы я решила тел какие такие преступления андрей валерью что говорил за игра делаю я делал все возможное что он верит вы и делил делали все возможно так то вас бы просрочки не было да что вы говорите да а сейчас я не вижу чтобы вы делали что-то во все возможное а вот не удачу как было вы не находитесь рядом со мною так и есть правильно а зачем мне рядом с вами находиться я же потому что вы лишь вы просто пустозвонить и андрей валерь эти слова ваши я ничего понимает да да андрей валерь правда что серьезно эти слова не о чем вы просто говорите пустозвон вы не понимаете вы что несете андрей валерьевич я не понимаю что это я я прекрасно понимаю что это здорово андрей валерьевич я прекрасно понимаешь что я говорю что я говорю вы занимаетесь знакомых у родственников денежные средства чтобы я бы погодить не твою задолженно рарит банком андрей братья наши и что на крайне закладывать свое собственное имущество нет у нас никакого и консультант выбрать вы не у соседа деньги брали деньги у банка уважаемых чем продать и возвращаете вот и я хочу про на днем проблема в чем проблема сейчас в чем проблема взяли у вас в чем проблема у меня никакой проблемы никакой проблемы нет вообще что вы так сильно тревожит нарушаете условия вашего кредитного и что дальше что я нарушаю какие последствия вас уже предупреждали об одном и однократно и дальше что никаких действий вы где игнорируете андрей валерьевич вы игнорируете что я игнорирую просто ваши платежи которые должны поступать неправда неправда вы игнорируете мало того что игнорируете вы еще даже ничего не соизволили сделать чтобы закрыть вашу задолженность я открываю приложение если он открывает словным повторюсь и вам еще раз открываем банк москвы войти андрей валерьевич вы не буду с того чтобы он до открывать приложение он до лучше вы хотите мне мозг поделать да они вам поделаем вы вы мне для чего там или я вообще не вижу проблему кроме вы мне за вы временно и оплачиваете день мне зачем позвонили узнать почему вы бросаете трубку при разговоре с сотрудником потому что ваши сотрудники имеют уважение тоже бросать трубки как как не надо не надо защищать не надо что они все ощущают андрей валерь тот же самый молодой человек сегодня говорил и заикался по поводу девятнадцатого числа женщины девушки или не знаю кто там судя по разговору это я трудно могу назвать и человеком вот этот человек соизволил принципиально бросить трубку я неоднократно повторял почему вы бросаете трубку и что значит ваши слова до свидания она проигнорировала мои слова и бросила трубку вот теперь продолжаем дальше вот открылась моя история открываю свой текущий счет первый и смотрим 30 марта поступил платеж 10 тысяч 30 марта этого же дня идет списание 3 600 второго и валерий вами они сейчас подожди дайте обновить говорить 5000 списание андрея валерью секунду вы меня слушайте или что какой месяц сейчас андрей валерьевич я вам на марта повторяю вы слушаете а я какой месяц до того месяца которого андрей валерьевич каркейте вы сейчас про 30 30 марта и что ты дальше май месяц вот вон слой ты же вы перебиваете меня от меня те же вы не давать за того трубку ближе слова числа вот вы это единственно что можете сделать бросать трубки андрей валерь так вы не имейте вы вы не имейте уважение слушать даже а что вас слушать если я папа я папа говорю что вы по просрочке так и склонитесь андрея валерьевич увидите папа помог надо все не беда а по факту на вас предъявляли а вы просто-напросто не предъявляется андрея валерь и но вы не зная предъявить банку кроме того что вы не в состоянии отвечать по своим обязательствам я состоянии единство так если вы в состоянии были вы бы на задолженности или если андрей валерьевич так все давайте выговоритесь а потом я начну я что с вами выговаривать вижу что вы на сегодняшний день мало того что находится на задолженности чего при этом не предпринимается чтобы из нее выйти еще ставите свои условия банку что не так что все сказали что замолчали андрея валерь я вам я вам задал вопрос вы почему параллель говорите вы не даете мне слова сказать в роли я включить при прикрыть вы ведете диалог то вы видите диалог они надо давить голосом и давить своими словами и не давать человеку выгодаться и мы позвонили человеку значит извольте общая андрея валерьевича позвонил должнику банк и что дальше я не человек значит теперь вы человек но в первую очередь должник банк извините вы должны извините меня позвоню уважаемый это про первую очередь я человек а потом я этого не смотрю я с этим не спорю что значит не спорю я в для вас первую очередь должник а потом только человек должник банка я еще раз повторяю в первую очередь я дал навек выдал а во вторую очередь уже должник вы должник банка на сегодняшний день меня не волнует на какой-то должник понятно человеку я с уважением уважать уважение к человеку может быть когда он своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства а кто вы такой что-то неуважительное сейчас кого вы не уважаете меня как человека вы перебиваете меня и не даете высказаться а что высказываться если я и так вы на сегодняшний день не то что не своевременно оплачивать свои условия ставите банку что-то и гуслима совершенно какие услуги оставлю вы андрея мои условия да сами сказать что оплачиваете в конце месяца и дальше что а у вас он держит условия когда у вас получили андрея мои лобе я рад и есть я вы вариваю какие-то требовал банку до выставить еще и условия требования банк вы вы мне они я выставляю в банку требования я выполняю свои обязанности по мере его выполняете на сегодняшний день свои обязанности я выполняю свои выполняете я выполняю если бы выполняли у вас в прошлом если бы я и не выполнял имею полную этого разговора тяпыла выполняете этого разговора не было бы и кто-то сегодняшний день где нас андрей валерьевич ель вы уважаете в однишний день выполняли свои обязанности как добросовестный клиент и до разговора бы этого не было даже вы бы там даже в отдел не попали до столов когда я сегодняшний день вы недобросовестный клиент банка и до расистов удачи вам но дальше андрей валерьевич у раз вы не хотите проходит сотрудничество ну ладно давайте тогда прекратим от нас на сроки не хотят вращайте возвращайте нам все оставшись в вас с вами просто напрасно разбежимся и ваши сотрудники по урегулированию вопросов звонят и требуют деньги это не сотрудничество это андрей валерь и ровно что вы хотите вы меня слышите или нет я повторять одно и то же по тысячу раз вы меня слышите еще раз я вас вышла все можете можете со мной вести диалог давайте начнем сначала наш диалог так давайте теперь скажите мне в чем моя проблема в том что вы своевременно не оплачивать свои платежи так своевременно не оплачиваю но я их оплачиваю вы их оплачиваете не своевременно андрей подождите где вы это че вся правда только в итоге я их оплачиваю не своевременно в итоге я их оплачиваю не своевременно я понимаю что не свое время но я нет подожди тогда проблема вот видите когда я говорю подождите секунду когда вы задаете вопрос мне заплатите ли вы эти средства в данный день я вам говорю что да постараюсь по мере возможности тихо подождите не перебивайте по мере возможности я их оплачу когда я вам сейчас задаю вопрос в плане того что есть у меня задолженность и просрочка да но в итоге она оплачивается вы не повторяете этого вы не говорите что она в итоге оплачивается то есть видите какая ситуация когда вы на меня так говорить я ухожу от от вопроса и я вам такой же вопрос задаю конкретный а вы уходите от него в чем разница андрей валерьевич вы должны банку а банк вам не должен ничего долги отдаю я не спорю с этим что вы их оплачиваете не своевременно вы отдаете не своевременно но я их отдаю андрей валерьевич вы отпустили на для банка вы ответить я уже отдаю вы их отдаете андрей валерь что они своевременно что вам непонятно я уже третий раз их отдали но не свое не своевременно вот все но я же их отдаю все в чем проблема андрей вы сейчас только что вы их отдаю что я их отдай вы вы их отдай то есть весь этот разговор впустую правильно и ваша банки это просто напоминание о том что я должен вам правильно и вы на сегодняшний день по своим обязательствам не отвечать и вы не отдаете деньги банка я отдаю деньги банку сегодняшний день регулярно каждый месяц отдаю деньги банки и при и привет но задержка вы еще задерживайте платежи ну я же говорю я их отдаю ну задержками правильно на основании чего вы задерживаете на основании вам вам и так на основании того что не имею возможности платить вовремя это ваши личные про ну вот его нет я понимаю личные проблем я вам даже руку поджму за это вы согласились со мной да это я я правда мимо это ванки вы не можете что-то глядя и предложить требования банку я не представляю и занимайте тогда если не своевременно перезанимайте так давайте я у вас перезайму сосед друг нет но подождите вы банк вы должны урегулировать это андреев андреев ложите мне и валили еще предложили либо и сегодня жать день держать ли другое крыти там где перекрытие почему почему вам вам андреевич андреев валерий не ну правильно вы обучите надписью андрей валерий вы же идете на чему почему банк вам должен идти навстречу объясню как пожалуйста потому что я почему а почему он должен идти вам на вот по его он идут и нас уже пошел навстречу каким образом ни один раз он правил образу реализацию какую придать денежные средства сделали эту кредитную карту отдельным счетом когда должны были внести видео в общий счет этим пошли навстречу когда теперь я сейчас мы оплачу его на время два этого это эти волос 3 вас про то есть вы рисовать договор андреев что значит кто просил нами ваша обратились в банк ваши сотрудниками обратились в банк ваши сотрудники дали мне бумагу и попросили поправить подпись а кто вас заставляли смысле заставляю могли отказаться от этого от реструктуризации подобной и дальше что оплачивать соответствии с графиком ваша раньше тоже сами этого не сделали ну дальше что чем же банк пошел мне навстречу андрей валерьевич ну вот и я думаю дальше я не знаю лишь мог пусть вы временно отказа оплачивается отказываетесь помимо этого выставляйте свои сроки я не выставляю свои сроки вы вы имеете на вычета вы еще там еще в облаках играю оплачиваете там свою актура у вас есть денежные средства и пытайтесь мне это ваши слова этого слова это внимание ваши слова и мои слова какие мы вы оплачиваете когда у вас есть денежные средства ну и соответствии с тректора числа в конце месяца и дальше что это это не слава вы вы себя андрей это вашей глава до моего слова в том что я оплачиваю по мере возможности когда денежные средства андрея валюча кровь вам дал право значит по мере возможно жизнь дала право у вас есть поверьте мне мать право которого которая меня родила у нас у вас что имеет так сказать право закон что вы сейчас считаю против моей матери хотите сказать я ничего так что за этом давай не будет андрея валерьевич я вот тебе сказал его извиняюсь вам вам сказал фразу да все на этом мать оставили в покое и давайте не будем и ваших родителей трогать моих родителей трогать окей договорились все давайте хорошо все какие еще владелевич вопрос в том что вы не оплачиваете ваши долги это я уже слышал дальше что установлены банком срока отказывается это дело до 100 сегодняшний день вы отборный банком срок который у вас прописан по договору отказываетесь да это делал нет не отказываюсь вы просто это не не делайте вы просто нарушая же не отказывала вора но это одно и то же для банка значит вот как где это прописано это прописано у вас договоре что именно протирает уйти периода вот договоре вообще прописано что вы гарантируете полную своевременную оплату так установлены договором сроки дальше дальше что а что вам еще там не но вы не читаете вы мне сейчас сказали что я гарантирую ра если я не гарантирую то есть если я оплачиваю позже дальше что значит будем принимать соответствующие меры соответствующие мероприятия просто-напросто название на протяжении месяца и в том числе в том числе андре вали но имеем на это право статус я согласен я третьего федерального закона я согласен я и против этой что-то говорю разы нет но она поэтому начинаете разъяснять какие-то права права и обязанности андрей валерьевич скажите пожалуйста ближайшие два дня платеж от вас посту мы закончим с вами разговор ближайшие дня два если завтра листва появляются да сразу сразу уношу их на счет опять если хорошо до свидания до сюда да вот так друзья как я обещал что я хочу сказать в этом формате в конце уже ролик я понимаю что многих из вас из переполняют эмоции злость у на автора и конечно же в перемешку со злостью во всех коллекторов потому что перед нами опять вышел на сцену индюк тот самый который только куда встать может толку никакого вообще в жизни не знает и не понимает это неудачник но спишь не успешно и обреченная на жалкое влачение собственного существования даже не личность а особь там много можно говорить вы наверняка кто-то более компетентно кто-то с позиции эмоций уже там выстроили сценарий своего бы поведения я здесь одно могу сказать у автора проскакивала вопрос который в принципе нужно было развивать и на этом опускать коллектора на его уровень ну то есть выгребную яму то есть он очень часто и что дальше в ответ на то что это проблема не у банка а у автора самом деле проблема у банка по большому счету у него конечно этих проблем нет потому что это склад денег и банкиры банки деньги воспоминают не так как мы с вами потери никакой банк не несет но и у должника заемщика у клиента банка тоже нет никаких проблем с точки зрения южеспруденции вообще истцом может выступать банк только лишь да потому что это банк пострадавшая сторона его интересы нарушены в этой связи проблемы у него хотя бы вот таким образом начал бы автор излагать свою позицию коллектор бы вот этот шестерка банковская уже бы был в тупике он бы начал мычать то что мы все любим на нашем канале когда коллектор мычит заикается и несет ересь какую-то в нашем конкретном случае вот в этом ролике коллектор достаточно серьезно вел диалог при том при всем там четко прослеживается отсутствие какого-то здравого ума интеллекта ну и поэтому конечно же многим из вас показалась позиция автора жалкой хотя автор изо всех сил пытался быть спокоен чувство чувствовалось напряжение и тоже не связанные мысли имели место быть вот поэтому мой совет как человека достаточно серьезно долго общающегося и знающего эту схему изнутри пожалуйста определитесь для себя и если вы хотите платить то готовьтесь к тому что вами будут управлять и доминировать либо не платить вообще либо платить четко и в срок а тогда есть прямой шанс отдать банку то что хочет и остаться с ним как говорится полюбовно если вы попадаете в просрочку то платить что-то банку причем на регулярной основе но это бред бредовый уж извините за такой термин может быть просто так вы прочувствуете что вы очень серьезно будете переплачивать и скорее всего вы никогда не прекратите платить потому что для банка вы самый лучший в этом случае клиент они вот этими звонками банкира я знаю банковскую систему внутри вы теперь для них клиент вы не тогда вип-клиент когда все один за другим отдаете кредиты вовремя вы становитесь вип-клиентом когда начинаете допускать просрочки вот это круто для банка и вот эти звонки только лишь стимулируют вас они у них задача четкой психологически поставлен эти звонилки этого не понимают не нужно это понимать что это будет мешать их работе продуктивности в их работе а те кто эту систему выстраивал настраивал механизм это очень мудрые люди они понимают что вот такая скажем так такое воздействие на должника на определенным образом делать небольшую нотку злости и человек со злости начиная там делать пропуски но продал им главное держать вас на удочке на крючке чтобы продолжали продолжали платить хоть сколько-нибудь но это самое мерзкое то что вы можете для себя сделать либо платить вовремя и в срок тогда банк заработает минимум сколько планировал и вы потеряете тот самый либо если у вас уже все пропуски начались то лучше предпринимать какие-то более действенные меры потому что поможет как я всегда говорил только чудо если серьезные пропуски если не видите каких-то очевидных изменений в своем финансовом состоянии то просто надо что-то другое делать да это нелегко такое решение принять с ним согласиться но это скажем так суровая правда которая в принципе потом поможет многим в этой жизни я знаю очень огромное количество своих клиентов которые говорят вам спасибо за то что мы их переубедили хотя мы никого не пытаемся никому навязать свою точку зрения чтобы понять совсем чтобы все понять разобраться в этом просто приходите на наш вебинар которые проходят у нас регулярно и вот ближайший вебинар вы можете найти в описании видео ссылочку на него вы очень много узнаете потому что в таком комментарии несколько минут на я не смогу уложить то что я буду рассказывать на вебинаре который будет три дня по два с половиной часа включающие ответы на вопросы включающие раскрытие секретов включающие очень много таких вот инсайдов найти для многих кто впервые сталкивается с этой проблемой понимает что это на самом деле не проблема так в описании видео есть ссылочка на наш на презентацию вебинара там расписание посмотрите также кто может быть уже давно ищет подходящих специалистов да поверьте наша организация это то что вам нужно ссылочка в описании видео на наш сайт есть там тоже вы увидите на сайте видео как устроена работа наших специалистов тоже можете все понять увидеть разобраться во всем и принять окончательное решение правильное решение и оно будет только лишь на вашей ответственности ну и группа вконтакте ссылочка на нашу группу вконтакте в которой выкладываются все видео которые мы здесь на ютюбе тоже выкладывали без исключения дублируются вконтакте ну и там естественно вы можете более оперативно с ситуацией знакомиться потому что вконтакте по мне так это тоже соцсеть которая более проста в пользование ну на этом все заходим в описании видео смотрим все необходимые ресурсы и продолжаем борьбу со своим невежеством со своими сомнениями но и с коллекторами в том числе на связи был кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компании Алям здоровья вам счастья финансового благополучия вам и вашим близким до свидания Субтитры создавал DimaTorzok